Что такое природная косметика? Это косметика будущего. Сейчас её, к сожалению, очень мало. Косметика, не вредящая здоровью людей, здоровью Земли. Это осознанный выбор и способ ухода за собой людей с экологическим сознанием. Она имеет существенный минус по отношению к промышленной косметике. Мы уже говорили, какой. Из-за того, что она не содержит жёстких консервантов, она гораздо быстрее портится. Кстати, забыла вам сказать, что есть один натуральный консервант, который держит крем до двух лет. Это СО2-экстракты. То есть если вы найдёте косметику натуральную, на которой будет написано, что в ней нет консервантов, но срок годности 2 года, то в её составе будут обязательно СО2-экстракты. Это экстракты, сделанные с помощью углекислого газа под давлением. Они считаются более-менее безопасными. Поэтому пока что на сегодняшний день это единственный такой натуральный зелёный консервант, который так долго может продержать крем без того, чтобы его скушали бактерии и грибы. Свои кремы, которые мы сегодня научимся делать, нужно хранить в холодильнике, не засорять пальчиками, открывать редко и стараться делать маленькими порциями, чтобы использовать быстрее, за месяц-два и сделать новые кремики. У нас справа на слайде показаны компоненты для составления рецептур натуральной косметики. Вот из этого списка, прибегитесь по нему глазками, можно составить, вы не поверите, любые средства ухода за собой. Я понимаю, что там сложно с нашим сознанием понять, как можно исключить из своей жизни полностью шампуни, дезодоранты, но в привычках нужен плавный переход и можно по одному, по два потихонечку заменять средства на натуральные. Мне в своей жизни удалось изменить, ну, наверное, да, наверное, практически все средства на натуральные. И я с удовольствием этим пользуюсь, дарю своим подругам, маме и так далее. И все с удовольствием пользуются, потому что можно научиться самому делать тот же крем, про который мы сегодня будем говорить обязательно, не уступающий промышленному по запаху, по консистенции и по приятности такой вот нанесения. Чуть-чуть прокомментирую этот список. По-настоящему натуральная косметика, это та, которая в составе имеет следующие компоненты. Отвары трав, травяные порошки. Что такое травяные порошки? Это высушенные травы, например, представляете, трава лаванды или трава мяты. Мы ее высушиваем и смалываем пальчиками либо в кофемолке до порошка. Этот порошок просеиваем, и у нас получается ароматный, зеленый, такой легкий-легкий порошок, который можно дальше использовать для чистки зубов, зубной порошок, для скраба, для маски для лица. Потом стерильные гидролаты. О них отдельно поговорим. Это глины. Оказывается, глинами можно умывать лицо. Глины также смывают декоративную косметику, как это делает мыло. Можно купить себе в аптеке белую глину, голубую глину, красную глину, какая вам понравится. Их много есть видов. Смешать с маслом, с капелькой масла, и у вас получится такая приятная консистенция, которой можно умываться. Далее. Натуральная косметика предполагает использование твердых и жидких растительных масел. Эфирных масел, но обязательно натуральных. Разных видов муки. Гороховая мука прекрасно умывает кожу. Овсяная мука очень хорошо ее питает. Рисовая мука или рисовые крахмальные зерна используются до сих пор в Китае как один из дорогих видов пудры. И если вы где-нибудь будете покупать себе пудру и найдете дорогие сорта пудры, вот прям дорогие, да, почитайте ее состав. Там будет написано «Rice Corns». Это, значит, рисовые зернышки. Да, то есть, ну вот, люди знают, что делать. Далее. Натуральная косметика предполагает использование древесной золы, которая заливается кипятком, из нее получается щелок. Этим щелоком в разбавленном виде можно мыть волосы. Пищевого мела, который в перемолотом до мелкого-мелкого состояния прекрасно можно чистить зубы. Можно делать детские зубные порошки, совершенно безвредные для здоровья. Такие знаменитые продукты, как воск, сметана, фрукты, овощи, соки, растения. Тут без комментариев. В ход натуральной косметики прекрасно идут разные приправы. Корица, перец, жгучий красный, которым стимулирует рост волос. Например, вы наверняка слышали о масках для волос с красным жгучим перцем. Морская соль, споры растения, плаун, пыльца сосны, морские водоросли, бодиага, мылящие средства растительного происхождения и так далее, и так далее. К сожалению, не могу очень подробно останавливаться на каждом из этих средств, потому что по каждому из этих средств у меня есть отдельные вебинары, и нам не хватит наших два часа, чтобы проговорить о том, как можно использовать, допустим, те же морские водоросли или ту же бодиагу. Но имейте в виду, что вот из этого списка, сколько тут пунктов, не знаю, 15 примерно, можно сделать своими руками любые средства ухода и даже шампун.